Бить посуду разрешается. Свой мини-парк Гуэля появился в Екатеринбурге. Горожане с помощью плитки и клея превратили фасад дома в настоящее произведение искусства. Мозаика сначала украсила уродливый пень, затем вокруг него появился керамический лес, совы и пчелы. Соседи по достоинству оценили творчество и тоже собираются лезть на стены. Подробнее в нашем следующем сюжете. Керамика и стекло разлетаются на мелкие кусочки. Плитку и посуду здесь бьют не для того, чтобы снять стресс. Местные художницы по осколкам собирают вдохновение. Горожанки решили оживить свой серый дом, украсив его мозаикой в духе Антонио Гауди. В итоге расцвел весь двор. Началось все с этого пня, который у нас во дворе здесь. Он был неказистый, некрасивый, изгнивший. Вот его решили немного украсить. А потом как-то проходил у нас сосед и сказал, что целая стена по нам еще плачет. И чтобы мы продолжили. Сначала мы посмеялись, а через пару дней мы встали к стене. Это, конечно, еще не парк Гуэля, как в Барселоне. Но так по кусочкам медленно и старательно жители постепенно превращают каменные джунгли в сказочный лес. Собирание мозаики – процесс очень кропотливый. Сперва нужно подобрать цвета, нарисовать на стене контур, а затем осколок за осколком соединить разрозненные кусочки в новую картину. Ну, началось-то все с двух деревьев. Потом у них появились листья, потом на них появилась сала. Там в перчатках очень трудно клеить. Не чувствуешь кусочки. Приходится голыми руками работать, женскими, с маникюром. Не жалея маникюра и спины, рукодельницы работают порой по восемь часов. Материалы, в основном керамическую плитку, покупают сами, чтобы тут же разбить. Такое рвение оказалось заразительно. К авторам присоединяются новые художники. Лиза, например, предложила не только помощь, но и свежие идеи. Что еще можно разместить на фасаде дома? Попуга, кеша, может какая-нибудь обезьянка, золушка, белоснежка, спящая красавица. Пока же творцы заканчивают пчел и ужа. На зависть соседям, которые, вдохновившись битьем плитки, решили создать собственную мозаичную вселенную. Главное, чтобы керамическое чудо пережило зиму. Впрочем, по словам авторов, они пользуются проверенным клеем и надеются, что через десятилетия в их двор будут ходить такие же толпы туристов, что и в испанский парк Гауди. Дарья Манохина, Роман Сумин и Алексей Богданов. Главные новости Екатеринбурга.